Интегрировать народный костюм в современную моду. Участницы проекта «Элегантный возраст» открыли новое направление клуб «Берегиня». Пожилых женщин будут обучать кройке и шитью одежды в русском стиле. Татьяна Кияева увидела готовые платья во время дефели. Надежда Геннадьевна всю жизнь проработала в школе. Учила девочек вести хозяйство, шить, вязать и вышивать. На пенсии умения и навыки пригодились здесь, в студии стиля «Элегантный возраст». Я ушла на пенсию давно, очень было мне одиноко, я к этому не привыкла. И вот узнала о такой студии стиля и пришла сюда. Мне здесь очень понравилось. В студии стиля «Женщин 50 плюс» учат красивые походки, навыкам ухода за кожей и стилю в одежде. Сегодня открыли новое направление – творческий клуб «Берегиня». В нашей жизни сейчас нет русского костюма. Если раньше он на праздниках был, на свадьбах, на каких-то таких крупных мероприятиях, то сейчас это вообще уходит. Поэтому прежде всего цель создания «Берегиня» была сохранение русских традиций и русского костюма в стилизованном виде. «Берегиня» – древняя славянская богиня. Ее именем называли женщины, берегающих семейный очаг и ритуальный огонь. На открытии устроили мини-дефиле одежды, выполненной в традиционном русском стиле. Старая каракулевая шубка наших мам, бабушек. И мы вот воплотили, добавили посадский платок. Получается, отрезали старые рукава, которые были? Конечно. Сделали новые? Да, утеплили. Участниц клуба «Берегиня» научат создавать дамские аксессуары и национальные головные уборы. Женщины смогут перешить на новый ласт любую вещь из своего гардероба. Некоторые мастерицы уже носят одежду, которую сделали своими руками. У нас люди идут либо в черном, либо в сером. И как-то все сливаются. А когда ты обучился в студии стиля, ты должен соответствовать. И когда я выхожу в одежде, я вижу, что люди смотрят на тебя, внимание, и им сразу становится радостно. То есть они увидели совсем других людей, которые дали им праздник. За два года обучения в студии стиля прошли более ста человек. Сейчас занимается 150 женщин в возрасте от 50 до 80 лет. Многие нашли здесь не только новые увлечения, но еще и хороших друзей. Это различная профилактика и депрессии, в том числе женских. Когда люди выходят на пенсию, как правило, возникает вопрос, чем заняться. А здесь как раз есть возможность собрать единомышленников, группу, которая будет как раз объединена единой целью для того, чтобы женщинам было интересно и полезно проводить время вместе. Социальный проект «Элегантный возраст» реализуют при поддержке фонда президентских грантов. Татьяна Кияева, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...